Музыка Наверняка вы видели грузовики с пугающей надписью «Люди» на заднем борту. Есть гораздо более цивилизованное решение проблемы, как в одном транспортном средстве возить и груз, и человека. В принципе, вот он выбор цивилизованного мира и цивилизованного бизнеса, который живет в больших городах, где не место пятитонным чудовищам. А мы что хуже, нам уже есть из чего убирать. Вот три самых распространенных в России грузопассажирских фургончика. Они очень похожи, но как и любого профессионального инструмента, у них есть свои нюансы, которые мы выясним в ходе нашего теста. Впрочем, это наверняка интересно будет не только тем, кто собирается использовать эти штучки в качестве инструмента своего бизнеса. Эти колотки могут стать и неплохим подспорьем для молодой, активной и деловой семьи. Партнер из всей компании самой взрослой, ему уже 11, начали их собирать еще в 96-м. Ну и сегодня машинка выглядит вполне современно, спасибо рестайлингу. У нас легковая, топовая комплектация, две подушки безопасности, музыка, кондиционер. Причем цветные вставки напоминают отнюдь не о черных рабочих днях календаря, а о других красных. И создают атмосферу не мотаний по пробкам, а загородной поездки на пикник, причем с детьми. Самый веселый и человечный интерьер из всей троицы. Сзади тоже все для людей. Сидения отнюдь не для экспедитора, а для дорогого человека. В них можно ездить далеко и долго, и наш опыт путешествий на партнере это подтвердил. Индивидуальные лампочки и кармашки под потолком лишь подчеркивают то, что создатели автомобиля изначально предполагали. За передними сидениями будут возить не только пиво и констовар. Ford Connect самый молодой и большой, и серьезный. В нем каждая деталь говорит об обстоятельности человека, сделавшего этот выбор. Хотя если сравнивать с партнером, в личном пользовании Connect не так-то много. А вот подушка тут одна, зато никакой легкомысленности. И рабочее место водителя это рабочее место гегемона, все сделано из дорогой пластмассы с уважением к пролетарию. В Connect масса полочков, бардачков и ящиков. И все это окажется не лишним и для семейства, которое соберется в дальнюю дорогу. Ей поспособствует и то, что места на заднем диване и пространство для ног здесь больше, чем в Renault и в Peugeot. Ощущение легковой машины и даже минивена усиливает очень приличная отделка всего салона. Рено Кангу самый маленький и дешевый. И это понимаешь не только оценивая габариты, но и экономию, которую французы называют рациональностью. Подушка безопасности одна. Но о безопасности думали и как. Это единственный автомобиль в классе, где есть подрулевые клавиши управления магнитолой. Водителю не надо отрывать глаза от дороги и снимать руки с руля. Причем музыка тут, в отличие от Peugeot и Ford, штатная. Есть и кондиционер. Но даже в максимальной комплектации Кангу бьет по глазам наотмашь голым крашеным железом. И ситуацию не спасают даже уютные столики, которых нет ни в Peugeot, ни в Ford. Несмотря на веселый цвет металла, на детскую не тянет. Чувствуешь себя как на складе. Французы, как известно, большие любители солярки. Они делают больше дизельных машин, чем бензиновых. Но к нам дизели не везут, боятся нашего топлива. Так что Кангу нам достался с мотором в 1400 кубов. Партнер в 1600. А вот Коннект с дизелем в 1800 кубиков. А ведь в такой машине нужен именно дизель. Еще каблук должен быстро и легко превращаться из легковой машины в фургончик. Тут все одинаковые. Только на Ford надо снимать задние подголовники. Заметим, кстати, что на наиболее дешевых версиях задняя дверь только одна, правая. А двери багажника могут быть распашными. Но на вместимость это не влияет. Самый емкий Ford в него можно загрузить больше трех кубометров. А версии с высокой крыши еще больше. Мы мерили вином. Поэтому при всем желании столько не увезти. Это больше грузоподъемности. В Peugeot кузов 2800 литров, а в Renault 2600. Но тут меньше выступают брызговики. И поэтому прямоугольных упаковок с ценной влагой влезло почти одинаково. И Renault, и Peugeot тоже имеют грузовые версии с высоким потолком. А еще каблук, рабочая лошадка, которая мотается по центральным переулкам, где тут и там престижные офисы с соответствующими сопутствующими факторами, должен иметь отменную обзорность и быть очень маневренным. Иначе не ровен час водителю придется тренироваться в сложении четырехзначных чисел. В общем, вспоминать уроки математики, а может быть и физкультуры. Самым вертким в нашем тесте оказался Кангу, что, в общем, исследовало ожидать, исходя из скромных габаритов. А вот партнер в реальности оказался куда больше, чем казался на глаз. Вот они чудеса дизайна. Он всего на 5 сантиметров уже коннекта и на 12 сантиметров короче. Но даже при этом у партнера самый большой радиус разворота из всей троицы вычислено эмпирическим путем. Конечно, если коннект, как наш, с короткой базой. Удлиненная версия, которая есть у Форда, но которой нет ни у Рено и у Пежо, конечно, более неповоротливая. Следующий тест – один из самых главных для грузопассажирских машин. Это тест на плавность хода. Когда великий Андрей Ситроян доводил до ума подвеску своего гадкого утенка, он брал корзинку с яйцами и катался на машине по свежеспаханному полю. Но вместо картофельного поля мы поедем по настоящей раллийной трассе. В Тушино, на тренировочной базе Российской автомобильной федерации. Партнер – это не просто партнер. Это брат, товарищ, друг. С ним хоть в разведку, но не в верности дела и не в надежности, а в мягкости хода. Плавный, без истерик, проедет, как на воздушной подушке, пролетит по любой ухабистой дороге. Умеет Пежо настраивать подвески. Не под дороги, но под направления. Недаром до сих пор в бывших французских африканских колониях Пежо в почете. Многолетняя школа, проверенная практикой. А наши дороги от африканских немногим отличаются. Каналы и кочки партнер встречает без проблем. И никаких прыжков. Все в меру мягко. И вот результат. Здесь можно класть все яйца в одну корзинку. Они останутся целы. Кангу, кенгуру, то бишь по-русски, несколько оправдывает свое название. Легкая машинка весело прыгает на неровностях, но приземляется тоже, на удивление, мягко. Кстати, конструкция пружинных подвесок, независимых передних и зависимых задних, с балкой. У Рено и Пежо очень похожи. Наверное, загруженная машинка будет вести себя по-другому. Но на пустой даже хочется пошалить. Однако, несмотря на шалости, и тут хрупкий груз не пострадал. И вот коннект. Теоретически, самый тяжелый автомобиль должен вести себя и подобающим образом. И по ощущениям, именно он меньше всего перемещается в вертикальной плоскости. Однако, тут рессорная задняя подвеска. Все-таки грузовые корни сказываются. А значит, пусть незаметные, но резкие толчки она передает. Куда деваться? И вот попорченный продукт начинает оплакивать текучими слезами аутсайдера этого испытания. Ну и под конец рабочего дня, самое последнее, самое приятное для нас испытание. Мы решили проверить, какой из этих фургончиков первым способен набрать максимально разрешенные в городе 60 км в час. Ведь, согласитесь, скорость доставки грузов или пассажиров – немаловажная характеристика для машинок подобного класса. Мы меняли за рулем три раза, и все одно. Легкий Кангу даром, что с самым слабеньким моторчиком, срывался с места и улетал вперед. Коннект с тяговитым дизельком уверенно шел сзади, а партнер с его любящим высокие обороты мотором жалко буксовал и плелся в хвосте. И все же, по совокупности, именно ему мы отдаем победу в тесте. Наверное, нет большего счастья, чем успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Но делать это можно по-разному. Можно, обливаясь потом и роняя вещи. А можно таким красивым эффектным прыжком. И вот она, попытка такого эффектного прыжка от Audi, модель Q7. Придуманные американцами лет 10 назад автомобили для активного отдыха, или так называемые паркетные внедорожники, это наиболее динамично развивающийся сегмент рынка. И не делать такие машины, значит не успеть на поезд. Практически все антинародные производители, включая Subaru, Saab и Porsche, не говоря уже о Volvo, BMW и Mercedes, давно отстрелялись и купили билеты в этот поезд. Посмотрим, насколько эффектным получился прыжок у последнего, чуть не опоздавшего пассажира. Удивительно, но в абсолютно новом с чистого листа автомобиля нет ничего принципиально нового. И дело даже не в 15% деталей унаследованных от Volkswagen Touareg и легковых Audi. Идеи, которые до сих пор были разлиты по разным флаконам конкурентов, теперь в одном, в Audi Q7. Радар, исчитывающий разметку, предупреждающий засыпающего водителя о рыцкании по дороге, как у Citroën. Радар, помогающий сохранить расстояние до впереди идущей машины и активирующий тормоза для экстренной остановки, как у Mercedes S-класса. Парктроник с камерой заднего вида. Такие штучки уже лет пять ставят японцы даже на малолитражках. Но ни в одном однокласснике такого набора, пусть и с дополнительные деньги, нет. Подушки безопасности защищают даже седаков-галерки третьего раскладного ряда, но это мы видели у Volvo. А вот 28 вариантов трансформации – рекорд в классе. Что же касается третьего ряда, то олимпийцу с соответствующим ростом и комплекцией там делать нечего. Это место для детей. А если этот ряд сложить, то получается огромный сарай – мечта путешественника. Вот только дороги стоит выбирать очень внимательно. Увы, но при всем уважении назвать Audi, равно как конкурентов по цеху, внедорожникам язык не поворачивает. А скорее это большой полнопривод-универсал. И главное здесь – это высокий дорожный просвет. Что же касается полного привода, то это отнюдь не закон жанра, как может показаться. На некоторых автомобилях конкурентов один из мостов подключается автоматически в сложных дорожных условиях. Но на Q7 полный привод, естественно, работает всегда. Но, если до недавних пор конструкторы из Audi были откровенными центристами, ведь классика жанра – распределение момента ровно пополам. 50 на передох, 50 на заднюю ось. То сейчас замечается модный нынче задний уклонизм. 40% момента на переднюю ось и 60 на заднюю. Правда, в экстремальных ситуациях это хитрое устройство может передавать до 100% момента на одну из осей. Но ни блокировки заднего дифференциала, ни раздатки здесь нет. Пришлось отказываться ради экономии, ведь в топовой версии к Q7 и так может легко перешагнуть шестизначную долларовую отметку. Легко претендовать даже на купе первого класса. Это к вопросу о том, кто успел на поезд. Удивительные все-таки люди-японцы. Для своего внутреннего рынка они делают потрясающие с точки зрения дизайна автомобилей. Да и американцев тоже не обижают. Но вот для европейского рынка, это прежде всего касается Toyota, они делают такие вещи, на которых только в университет или в церковь. Но самое обидное в этой ситуации, что к европейцам причисляют и нас. Однако случилось, то ли звери в лесу передохли, то ли еще какой катаклизм, но... Вот она, новая американка Toyota Camry. От предыдущей Camry, от этой безысходной мечты пенсионера и мелкого чиновника не осталось и следа. И эта машина, именно эта машина будет собираться в России. Японцы признали, что в России есть Россия. Всему американский или европейский подход к формированию модельного ряда у нас неприемлем. Но если бы новая Camry была бы столь же скучна, как прежняя, они бы не решились владеть сборку у нас. Качество материалов отделки, управление климат-контролем на руле, ионизатор воздуха подкупают. Но в этой массе металла не так много автомобиля, как кажется. Новая Camry стала выглядеть напористее, мужественнее. Несколько оптимистичнее. В ней даже появился легкий пафос. Это-таки Лексус для начинающих. Но самое интересное, что длина машины осталась прежней. А вот колесная база выросла. И благодаря этому не только улучшилась плавность хода, но и увеличилось пространство в салоне. Я практически уверен, что многие начинающие предприниматели и менеджеры средней руки используют эту возможность не только для того, чтобы пустить пыль в глаза партнерам, друзьям и сослуживцам, но и для того, чтобы начать у себя вырабатывать привычку каждое утро, устало говорить, трогай. Наверное, такой могла бы быть Волга. Вернее, должна была бы быть. Больше формы, чем содержание. Но мы ведь любим форму. Удивительно, но испанцы, привыкшие к маленьким изящным автомобилям, заглядывались на эту галеру. Но Camry в Европе они никогда не увидят. И все же это американский автомобиль. Об этом напоминает хотя бы мягкая подвеска, которая в российской версии еще мягче. Ведь на этих машинах дорожный просвет увеличен еще на 1 сантиметр. Теперь он составляет 110 миллиметров. Но это отнюдь не все проблемы, которые испытывает вагитель при активном вождении на Camry. Что выбрать? Мотор в 2,4 или новую шестерку в 3,5? Проблема в первом. Ну мало, что 5 лошадок на 2 тонны веса, в результате много шума, мало дела. На шоссе и на сельских дорогах оба мотора безусловно хороши. Но вот в горах, то есть если вниз под горочку, то все нормально. А если вверх, то 2,4 подходит только для неспешного созерцания крестности. В горах хочется иметь уже 3,5 литра и 6 цилиндров. Но в машине с этим моментным, мощным, очень отсывчивым мотором, похоже, даже стало еще больше в некой вальяжности. Она расслабляет. Спортивность у Вольти в лучшем случае это фитнес повторников. Но фитнес обязательно в престижном клубе и обязательно с большой скидкой. Ведь новая Камри, несмотря на то, что в ней появился легкий вызов и легкое барство, по-прежнему остается автомобилем для людей сугубо практичных, которые очень уважают распродажу.